Привет, интернет! С вами Илья, и сегодня у нас на обзоре будет довольно интересный телефон Arcos 50 Helium Plus. Вполне такой бодрый, на мой взгляд, получился аппарат, так что высаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Начнём, думаю, с самого актуального в наше нелёгкое время, и это цена. Такое устройство стоит порядка 8500 рублей, думаю, это будет очень актуально для тех, кто ищет бюджетный вариант. Так что в обзоре я буду отталкиваться именно от этой стоимости. За такие деньги мы получаем такую вот коробочку, и у нас в комплекте идёт сам телефон, наушники, зарядное устройство и бумажки. В общем, всё аккуратно и ничего лишнего. Теперь возьмём телефон, и что я могу сказать? Внешний вид, на мой взгляд, очень приятный. Выполним телефон из пластика, и чем-то даже напоминает стекло, особенно задняя крышка. По бокам у нас используется пластик, замаскированный под железные вставочки. В целом, выглядит достойно, и, кстати, в руках очень приятно лежит. Это здорово. Всё-таки французы молодцы, видно, что подошли к этому делу со вкусом. Крышка здесь у нас съёмная, и под капотом у нас прячется батареечка ёмкостью 2000 мА, два слота под сим-карты и слот для флешки. Своей памяти здесь 8 гигабайт, и это, на самом деле, всё-таки маловато в наше время. Но очень не спасает то, что здесь есть разъём именно флешки. Также стоит выделить то, что здесь есть поддержка 4G-сетей, то есть, таким образом, вы всегда будете иметь скоростной интернет под рукой. Это здорово, особенно для бюджетного варианта. Динамик здесь тоже вполне отличный, то есть, при разговоре я очень хорошо слышал собеседника, и тот, с кем я разговаривал, тоже не жаловался, то есть, и микрофончик здесь тоже на уровне. Ну и теперь давайте всё-таки перейдём, пожалуй, к самому интересному. Это игры, интернет, и вообще, как телефон себя в целом ведёт. Думаю, это всё-таки очень важно для моих подписчиков. Здесь используется 64-битный 4-ядерный процессор MediaTek, 1 гигабайт оперативной памяти, и также здесь установлен голый Android 5.1. Это, конечно же, дает телефону некое преимущество, потому что наш девайс не забит всяким ненужным софтом. Для тестов я выбрал разные игры и начал с аркад. Само собой, здесь всё отлично, никаких лагов, то есть, в аркадке на таком телефоне играть очень комфортно. Потом я решил немножко усложнить задачу и скачал игры уже посерьёзнее. И, честно, я был удивлён. Телефон вполне справлялся с такими игрушками, и во многих не было подвисаний. То есть, в такие игрушки вполне можно играть, и за такую цену, на мой взгляд, это действительно круто. В интернете серфить тоже комфортно за счёт качественного большого дисплея. Видяхи, само собой, тоже на ютубе посмотрел, проверил динамик, и здесь всё было хорошо, то есть, никаких нареканий. Таким образом, за 8500 рублей мы получаем довольно адекватный телефон, который действительно справляется со своими задачами. Выглядит он достаточно интересно, и в работе ведёт себя вполне адекватно. Ссылочку на этот девайс я оставляю в описании под видео. Ну и, наверное, на этом будем заканчивать. Ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии, и обязательно подписывайтесь на канал. А у микрофона был Илья, всем хорошего настроения, и до скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok